Добрый день дорогие друзья! Я приветствую вас из студии универсального формата. Напоминаю, меня зовут Юлия Север и как всегда мы работаем в прямом эфире 202 11 22. Телефон наш всегда открыт для ваших звонков, ждет каких-то может быть поздравлений. Мы сегодня собрались накануне замечательного праздника. Праздник этот стал наверное уже для каждого в неком смысле родным и мне приятно, что сегодня нахожусь в такой компании. Наверное не совру, что в такой компании я нахожу действительно впервые. Ну посмотрите на этих бравых мужчин. Это действительно очень приятно, чувствуешь себя защищенной маленькой хрупкой женщиной рядом с ними. Что ж, если у вас есть кто-то, кто служил, кто именно может назваться себя гордым именем, как десантник, звоните, поздравляете, передавайте свои приветы. Быть может кого-то узнаете сегодня в студии, тоже передавайте приветы. Все ждем, конечно же. Ну и ждите розыгрыш призов совсем скоро. Что-нибудь интересненькое для вас разыграем. Что ж, начинаю я, наверное, с приветствия гостей, с представления. Знакомьтесь, приветствуйте. Виктор Калиничев, председатель правления Союза десантников и подразделения специального назначения. Заметили председателя Союза десантников России по Приволжскому федеральному округу, член Центрального совета Союза десантников России. Здравствуйте. Ну, очень рада вас приветствовать. Можно ли сказать, что вы главный десантник Самары? Ну, как главный? Мы здесь все главные. Все главные. Отлично. Все ветераны, все главные. Все ветераны, все главные. Рядом со мной расположился Игорь Бухтояров, секретарь правления, собственно говоря, Союза десантников и подразделения специального назначения. Здравствуйте. Напротив, Александр Серендеев, член, собственно говоря, этой организации. Тоже вас хочу поздравить с приближающимся праздником и рада, что присутствуете у нас сегодня в студии. И Эрек Кашапов, заместитель председателя правления, ну, которое уже было названо выше. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, примите все мои поздравления ближайшие. Говорят, заранее не поздравляем, но все-таки боюсь, что не встретимся, если вдруг 2 августа, то все-таки вас поздравляю. Спасибо. Хорошо. Что ж, скажите, пожалуйста, вообще, первый вопрос мой, наверное, такой, немножечко будет риторический. То, что действительно, я сказала, что День десантника, День АВДВ отмечают многие. Этот праздник, который все знают, не все войска как-то на слуху, да? Почему такая любовь и такая популярность у войск именно десантура? Почему? Ну, наверное, благодаря Маргилу Василию Филипповичу, который создал эти трот войск. Вот поэтому и очень много усил и усилий приложил для того, чтобы была настоящая крылатая пехота. Мы все им гордимся, и что так появилось, и все ребята, зная и помнят традиции, они говорят, да, вот это вот должно быть так. И девиз такой, никто кроме нас. Никто кроме нас. Кстати, именно так мы назвали тему нашего сегодняшнего эфира, потому что оправдывает ли, мне кажется, этот девиз действительно ваш какой-то характер такой? Можно сказать? Можно сказать, конечно, потому что, ну, во-первых, десантник такой же человек, как и все. Единственное, что трудности бывают всегда и в физической подготовке. Трудности бывают перед первым выходом из самолета или вертолета. Это, конечно, надо перебороть себя. Вот. И десантник это человек, который должен уметь и знать все абсолютно. Это человек, который первый идет в бой. Ну, во всяком случае, так получается всегда, что первыми направляют спецподразделения войска ВДВ, войска специального назначения, а уж потом все остальное. Скажите, пожалуйста, Союз ветеранов десантных войск, скажите, как давно вообще существует у нас в Самаре, и кому можно сказать спасибо, что он существует, что его поддерживают, что его знают? Организовалась организация в 2005 году. Благодаря ребятам, которые просто собрались и сказали, ну что, вот есть афганские организации, есть там боевое братство, а у нас как бы как таковой организации отдельной нет. Ну и попросили, проголосовали все. Это было тоже на день ВДВ. Вот. Сошлись на том, что, Виктор, давай, у тебя получится, давай дерзай. Ну вот дерзнули в 2005 году и до сих пор не существуем, а работаем. Поэтому много уже сделано, поэтому, ну, здесь как сказать, кому спасибо? Всем ребятам, ветеранам спасибо. Всем членам организации, которые работают, будем так, что говоря, не покладая рук, потому что, зная о том, что надо сделать, что предстоит сделать, да, что сделано уже, оно как бы так затягивает в эту общественную работу. Вот она действительно общественная работа, ну, надо, чтобы действительно была организация, не на бумаге создана там, устав там и все остальное проще, а действительно она была работающая. Чего мы и добились. Слушайте, я хочу подтвердить эти слова, потому что, готовясь к эфиру, просматривая какие-то сюжеты, которые наш телеканал снимал про какие-то памятные дни, всегда видно ваше лицо, всегда видно человек в форме десантника. И действительно это означает то, что работа, а не просто на бумаге, потому что какие-то памятные дни, какие-то даты, вы рядом, правильно? Да. Ну, вот здесь можно добавить, если вот взять ваши первые вопросы. Мы почему всегда вместе? Потому что у нас служба заключается в том, что мы постоянно в связке. Либо мы на борту самолета, либо мы на борту бронемашины, либо мы в группе на каком-либо выходе. И каждый отвечаем друг за друга. И, соответственно, когда знамя ВДВ никогда не падает, его всегда есть кому поднять, скажем так. И в нашей уже общественной деятельности все заключено таким образом, что если даже кто-то на каком-то этапе начинает успокаиваться, то стоящий рядом ему не дает этого и сделать. И как у нас, мы называем Виктора Анатольевича наш локомотив, если вдруг у нас что-то какие-то возникает, отдых какой-то, он всегда нам найдет занятие и говорит, а вот надо съездить вот в эту школу, а вот надо съездить туда. Кстати, а вот я вот тут узнал, вот, значит, нужно открыть доску, и вот это все опять начинает бурлить, кипеть. Ну, как в любой организации, наверное, должен быть генератор. Вот личная персона, это наш генератор. Генератор идей, ну, если он такой... Генератор идей, генератор сил, вдохновения, генератор определенных слов, которые можно поднять и отправить. Ну, вы все-таки вот сейчас, да, уже союз ветеранов, да, действительно. Вы как друзья общаетесь, либо какие-то такие подчиненности, я не знаю, есть они? Здесь, понимаете, как можно подчиненность какая-то, да? Ну, есть такие некоторые жесткие позиции, когда надо именно вот таким образом. Ну, в основном, понятно, что мы до этого не доходим. Потому что все ребята понимают, если мы работаем, где-то общественная работа, правильно, мы все прекрасно понимаем, что здесь спорить, я буду там, я не буду. Ты пришел в организацию, значит, ты что-то должен, нести какую-то лепту, да? Как это вот, я не пойду в школу там на урок мужества, или вот я вот там. Такого у нас нет. Ну, бывает, что когда я и прикрикну, так и... Ну, это так везде, мне кажется, должно быть. Здесь у нас немножко, скажем так, не как в войсках, мы немножко лояльнее. В чем заключается лояльность? Что сначала мы даем право выйти тем, кто, значит, желает посольственной инициативе, а потом идет назначение. Хорошо, что ж, как я и говорила в начале нашей передачи, как всегда, заготовили для вас интересные призы, подарки. В этот раз билеты в кино достанутся тому, кто ответит на мой вопрос. Ну, коли уж мы сегодня собрались поговорить на такую тему, как праздник, как все-таки войска, вот мой вопрос будет связан с следующим. В каком полкум служил Николай Ростов в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? 202.11.22. Давайте перечитывайте, либо срочно, либо, быть может, сейчас помните наизусть. Звоните, отвечайте, и билеты в кино на двоих достанутся именно вам. Сложный вопрос, Катрелла? Ну, наверное, нет. Просто сейчас же такая система в интернет раз, и, пожалуйста, вот вам ответ готов. Ну, хорошо, тогда на быстроту буду рассчитывать так. Мой вопрос направлен именно на быстроту ваших действий. 202.11.22, напоминаю вам, телефон нашего прямого эфира. Можете звонить, конечно же, задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, и поздравления тоже принимаются сегодня в студию в такой интересный, замечательный день. Кстати, о празднике, если уже говорить. Самара готовит что-то интересное в этот праздник? Что-то будет происходить? Обязательно. Всех приглашаю, значит, к 10 часам прибыть на площадь памяти. Бойного погибших в локальных конфликтах. Это Мичурино-Осипенко. Вот там будет митинг проходить. Там будут члены правительства. Там будет, я так думаю, что будет городская администрация. Будут депутаты. Там, ну, как всегда, эта площадь памяти, она была для этого создана. Начало в 10 часов. Где-то продлится в течение 45 минут вот этого мероприятия. Вот. Значит, затем будут поданы автобусы нашей организации для отправки матерей, в которых ребята погибли в Афганистане, в Чечне, на кладбище Руберна, чтобы там почтить память, помянуть, посмотреть. Вот. В 13.30, как всегда, на ладье будет интересное шоу. Вот. В этом году будут прыжки, будут пронос флага ВДВ Российской Федерации. Прыжки будут совершаться не с самолета, а с вертолетами И-8, силами ЦСКА ВВС. Там, да, спасибо Харминкову Алексею Анатольевичу, он нам помогает в этом плане. Парашютисты будут с клуба, значит, с ДСААФа, с аэроклуба Боброки. Вот. Поэтому будет очень интересно. Четыре человека будут прыгать с высоты, показывать там, что они там сделали, этажерку или еще что-нибудь. Вот. Они на бережок приземлятся. А, значит, шесть человек будет массовый десант. Ну, в этом, значит, в этих прыжках примут два члена нашей организации. Ну, я, как руководитель, еще раз буду прыгать с парашютом Д-6 и Радаев Александр. Вот. Значит, суть такая, что парашютисты приводняются, вот. Ну, и сразу вступают в бой на катера. Приближаемся к берегу. Там будет организовано такое мероприятие. Вот это все в этом году. Это первые впервые все это будет делать силами 3-й бригады спецназа ГРУ. И силами, значит, 15-й бригады миротворческой. Вот. Будет выделить еще состав. Ну, будет такое действие, как освобождение плацдарма захваченному противнику. Приводнившись сразу на катера и сразу в бой. С берега стрельба, пальба. Вот. Будет очень интересно взрывы. Светлана посмотреть, да. Будет очень интересно. Вот. Ну, а затем концертная программа. В этом году впервые мы решили пригласить Виталия Леонова. Это, вот, Череповца. Прекрасный автор-исполнитель. Значит, группа «Джем». Вот она наша самарская. Ну, они сейчас выехали в Нижний Новгород. Они специально приехали для этого дела в Самару. Ну, еще несколько исполнительных, значит. Затем военно-патриотический клуб «Добрыня» будет показывать свои там действия. Ну, будет очень интересно. Всех ребят приглашаю после, значит, митинга посетить ладью. Это в 13.30 с начала вот этого мероприятия. Да. И там, кстати, будет полевая кухня, можно поесть кашу. Ой, это очень вкусно, да, кстати. Это действительно себя заманивает. Кстати говоря, посмотрела, когда, собственно говоря, опять же, готовилась к эфиру информация на сайте, то, что это немеряное количество прыжков. По крайней мере, вам совершено более двух тысяч. Ну, не немеряное, а 2178. 2178. Ну, это для этого человека кажется, что ничего. Я лично, мне кажется, это вообще неописуемая сумма. Скажите, пожалуйста, у вас какая все-таки цифра? У меня 12 прыжков. Почему мало? Потому что нас готовили специально для ведения боевых действий в Афганистане. А для этого в Афганистане же прыжки не совершались с самолетов, с вертолетов непосредственно. Потому что у нас как были ознакомительные прыжки, это первый прыжок не боевой, ну, без автомата, а последующие уже боевые прыжки с автоматом, там, с вооружением, как положено. Потому что у нас как чисто ознакомительные прыжки, как десантник должен знать, уметь все это дело. Поэтому мало прыжков. За время службы я имею в виду вот это вот. Но вы так рассказываете, то, что вы как будто бы помните свой прыжок первый. Ну, конечно, помню даже. Помните? Все помните? Даже дату помню, это 9 сентября было, в 1986 году. Это в Черчаке я проходил учебку, это полк специального назначения. Ну, готовили специально для Афганистана, знали, куда идем. Полгода учебки. Прыжок помню, прекрасно. Первый прыжок, конечно, это неописуемо, непередаваемо. Ну, ощущение до сих пор помню, все в памяти, первый прыжок. Вы так сказали, конечно, да? Тоже согласны. Вход до тактильных ощущений. А что вообще? Пели, может быть? Ну... Кричали. Нет, крик не было. Настоящий мужчина. Ну, то есть, самое волнение перед выходом, потом легкая потеря памяти, потом ты на земле, и совершенство, блаженство, птички поют, трава шуршит. Вот и все. И ощущаешь, наверное, все-таки ценности этой жизни, как замечательно. При первом, совершении первого прыжка парашютисты испытывают, ну, два страшных момента. Это при выходе из самолета, вертолета, и при приземлении. Когда вот паришь в воздухе, вот все прекрасно, но когда остается там метров сто до земли, она так быстро на тебя начинает надвигаться, и думаешь, ну, и сейчас что-нибудь, или сломаешь, или что-нибудь такое будет. Благо, обходится все в той или иной случае хорошо, правильно? В основном, да. В основном, да. Ну, там достигается тренировка. Потому что прежде чем совершить прыжок, месяц, а то и два, лисишь на стапелях на земле, вот, и там отрабатываешь движение в воздухе. И когда уже говорят прыжки, это означает все, конец стапеля, все, больше не будут мучить на стапелях. И в основном уже все идут, и только не на стапелях, лучше сейчас прыгнуть, и там, что будет, то будет. Как говорится, будем решать проблему по мере их поступления. Вот, стапеля закончились, это уже хорошо. Крокодилы закончились, стапеля закончились, все, это уже хорошо. Слушайте, мне, как человеку, далекому от этого, очень интересно все, потому что, быть может, вам вопросы такие кажутся, ну, заурядными. Мне действительно очень интересно, спасибо большое. Можно попробовать. Можно попробовать, да. Ой, я не знаю, как рискну, не рискну. Вот по поводу первых прыжков, у меня был первый прыжок и вообще, в принципе, первый полет на самолете. Я прыгнул с парашютом 174 раза, но я просто до армии готовился, и после армии потом еще прыгал. А в армии там 19 прыжков было. И когда здесь уже на, скажем так, на гражданке надо было лететь куда-то, я очень сильно отказывался, потому что я боялся самолетом не то, что лететь, приземляться с ним. Я с ним ни разу не приземлялся. Вот ни разу не было такого, что... Выпрыгивать только можно. Да, вот я сначала вообще не летал, а только первый раз меня подняли в воздух и говорят, прыгай. А потом я не приземлялся с ним. И вот так что я испугался поболее. Больше приземления. На себя надежду... Да, он как парашют, ну, все, выпрыгнул, и все, с парашютом пошел. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Напоминаю вопрос, который задавала я. В каком полку служил Николай Ростов в романе Ивана Николаевича Толстого «Война и мир». Кто же этот счастливчик, который попытается ответить на наш вопрос? Здравствуйте, как вас зовут? Как зовут вас? Надежда. Надежда, очень приятно. Ну, давайте, давно ли вы перечитывали «Войну и мир»? Давно. Давно. Ну, помните, где служил? Гайнозерский полк. Гайнозерский полк. Да, действительно. Ну, что ж, это верно. Я вас поздравляю, билеты в кино достаются. Именно вам. Два билета, как забрать, расскажем после эфира. Ну, и хочу спросить у вас, отправитесь ли вы на ладью 2 августа посмотреть на такое событие, на такие интересные мероприятия? Отправитесь, да. Ну, спасибо большое, Надежда, вам за звонок. Следующий вопрос ждите совсем скоро. Задам, а, кстати, приз, тоже очень интересный сертификат, на один час игры в боулинг. Смотрите, не прерывайтесь, и тогда, быть может, вы станете тем счастливчиком, который отправится именно туда. Что ж, вам хочу сказать спасибо большое. Прощаюсь, но не со всеми. Говорю, до свидания. Давайте посмотрим, как в том году все-таки прошел праздник, чем он запомнился, чем он был интересен. А после вернемся в студию и продолжим. Голубой берет и тельняшка. Атрибуты, знакомые даже тем, кто не служил в воздушно-десантных войсках. В день ВДВ в Самаре в очередной раз прошел грандиозный праздник. Пока десантники ждали авиашоу, вспомнили армейские годы и прошли строевым шагом прямо по набережной. А после высший пилотаж, показательные прыжки спортсменов-парашютистов с 200 метров на воду и с 1200 на берег. Первый десантник Самары Виктор Калиничев шагнул за борт самолета вместе со спортсменами. Это был его 2185-й прыжок. Сегодня ветер сильный был. Просто тащило очень сильно. Ну и так. Непроводнение получилось только. Выходил из подвесной системы и получилось, что спиной немножко попало. А как нормально. Бывший десантник у них бой. А первый ваш прыжок вы помните? Я это все помню. Как вышел, как приземлился. Как песню пел в воздухе. По традиции, под песню, давно ставшую гимном ВДВ, над Волгой на вертолете пронесли десантный флаг. Для этой пары день воздушно-десантных войск теперь праздник вдвойне. Наталья и Сергей Богомоловы 2 августа поженились. Решение принимали вместе. И если для ВДВ это 84-й день рождения, то для семьи Богомоловых первый. Ощущения, говорят, непередаваемые. Свадьба, как прыжок в синеву. Вот сейчас у меня ассоциация с первым прыжком. Очень много эмоций, знаете, вот я как в прострации. У меня вот глаза, говорится, горят. Вот, знаете, вышел когда первый раз с борта. Вот, ну, я, знаете, я, говорю, петь хотелось, когда купол раскрылся. Вот, и у меня вот, вот сейчас у меня тоже самое, что первый прыжок, что мой первый, а она же последний свадьба. Десантура, прежде всего, единение, говорят в ВДВ. В том числе и семейное. Андрею Наумову нет и полутора лет, а он уже носит терняшку. Переда, правда, нет, не нашли по размеру. Но сразу видно, пойдет по отцовским стопам. Мы с ним вместе отжимаемся, тренируемся, бегаем, прыгаем, висим на кольцах. Да, Андрюш? Спорт, спорт, спорт для нас все. В этом году праздник воздушно-десантных войск объединил более двух тысяч человек под лозунгом «Вославу войск дяди Васи». Слава ВДВ! Слава ВДВ! Что ж, я напоминаю, что у нас в гостях Самарская оригинальная общественная организация ветеранов, союз десантников и подразделения специального назначения. Ну и представляю вам наших новых гостей. Знакомьтесь, у нас сегодня к нам пришел Рустам Нишанов, заместитель председателя правления. Здравствуйте. Здравствуйте. Напротив меня расположился Сергей Фадеев, член общественной организации. Здравствуйте. Ну и Дмитрий Гусев, заместитель председателя тоже правления общественной организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, принимайте поздравления мои. Коль уж ваших коллег, ваших соратников, ваших друзей и братьев, я думаю, я поздравила, то и вас тоже поздравляю с наступающим праздником. Кстати говоря, сейчас посмотрела сюжет, и вот такой вопрос возник у меня. Очень многие, да, сейчас приходят в тельняшках и так далее. Вот нет каких-то, не знаю, может быть, каких-то чувств таких, что нет, это наша вот форма, нет, нельзя другому тельняшку надевать. Либо, наоборот, спокойно как-то поддерживаете, как-то радуетесь. Есть случаи, просто, да, не каждый год происходят такие случаи, что ребятам просто приходят, там, надевают берет, тельняшку, ну, тельняшка как бы... Тельняшка еще ладно, а берет это уже оскорбительно, может быть. Ну, есть такие, они приходят, я просто всем говорил и просто говорю всем ребятам, которые хотят поздравить, вы подойдите, поздравьте, и вам ни в чем не откажут. Поэтому лучше этого не делать. То есть все равно какие-то такие, с осторожностью необходимы. Действительно, потому что я тоже считаю, что необходим с осторожностью. Каждая одежда, каждая форма, она приемлема в том или ином случае и тому или иному человеку. Поэтому я вас поддерживаю. Что ж, давайте сначала разыграем подарок, который мы заготовили для нашего телезрителя. Это именно сертификат на один час игры в боулинг. Вопрос не из простых, ну, хотя, как не из простых? Я думаю, так, подумайте две минутки, дозвонитесь к нам. Какие памятные военные события происходили в эти годы? 1240-й, 1380-й и 1242-й. Позвоните, ответьте, что же, какая битва, какое сражение происходило в тот или иной год. И ответите верно, получите сертификат на один час игры в боулинг. В летнее время прекрасный подарок, чтобы собраться в целой компании и отправиться поиграть, заняться как-никак спортом. Что ж, вопрос мой, собственно говоря, о деятельности вашего союза. Какие основные приоритетные направления деятельности? Ну да, мы узнали то, что это какие-то поддержания памятных дат, это помощь матерям. Что еще вот с такого приоритетного? Самое приоритетное мы посчитали так, что три года назад мы начали устанавливать мемориальные доски в школах. На сегодняшний день установлены 34 доски. И посчитали это правильно. Почему? Потому что это, опять же, в целях военно-патриотического воспитания. Вот когда ты объясняешь, что тут человеку, да, он где-то запомнил, где-то не запомнил. А когда пацан приходит в школу, там девчонка, да, и он смотрит, что в этой школе учился и погиб в каком-то локальном конфликте, то ли в Анистане, на Северном Кавказе, где-то в Африке или где-то еще, у него это постоянно... И он запоминает все это дело, он гордится этим, понимаете, когда проводишь урок мужества, вот, и говоришь, что вот в этой школе был какой-то парень, он принял присягу, ну, судьба распорядилась так, что он погиб. Поэтому это очень сильно. В этом году, значит, при поддержке городской администрации мы с 10 января по 24 мая вот этого года установили 16 досок памятных. Благодаря еще, значит, спасибо хочу сказать и департаменту образования, вот, лично Фурсову Олегу Борисовичу, да, который принимал участие, это Юников, Валерий Михайлович, Пронин Владимир Николаевич, поэтому и дальше будем продолжать. Вот на этот год учебный, за весь этот учебный год тоже планируем открыть 16 досок. Почему? Потому что, вы знаете, ну, еще обидно то, что, ну, есть книга, допустим, памяти, ведь книгу памяти не каждый почитает, правильно? И не каждый узнает, что был такой парень, там, что он делал, как он погиб. Вот, и они все герои, и о них должны помнить. И ребята нашего молодого поколения должны учиться и не отлынивать от армии, а спокойно идти и служить. Поэтому только так. Алексей Анатольевич правильно отметил по поводу военно-патриотического воспитания. Если вы побеседуете с сотрудниками военно-коматов, что в настоящий момент, наоборот, идет бум молодежи. Я считаю, это одна из заслуг тоже и нашей организации, и других общественных организаций, которые профилируют с военно-патриотическим. Вот, ну, мы занимаемся, помогаем ребятам, которые, ну, участвуют в наших мероприятиях, в военно-патриотической направленности, помогаем попасть в войска, достойные их, ну, по состоянию соответствующего здоровья. Вот, и этот дух военно-патриотизма, он, ну, сейчас настолько уже, ну, усилился. И видно, что, да, и вся наша страна, Россия, сейчас, ну, наполнена, я считаю, патриотизмом. Вот, и сейчас очень много желающих молодых людей отслужить. Многие там сейчас совмещают, благо, за наши законодатели позволяют это, совмещают учебу. И с учебой. С учебой, и это, ну, овладевание военной наукой. Ну, это действительно отрадно, это действительно так, сейчас такая тенденция идет. Если буквально несколько лет назад как-то, действительно, как вы сказали, отхлынивали, но сейчас благо, родина, отчизна, слова не пустые для молодежи. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана. Как приятно, что нас смотрит дама. Ну, мне кажется, действительно, таких мужчин посмотреть всегда хочется, потому что чувствуешь, как я сказала в начале передачи, себя защищенно. Светлана. Это да. Светлана, давайте называйте, какие же памятные военные события происходили в эти годы. Давайте я буду назвать год, а вы будете мне говорить. В 1240-й. В 1240-м Невская битва. Невская битва, действительно верно, молодец. В 1380-й. Куликовская битва. Куликовская битва, историю знаете. 1242-й. Ледовое побоище. Ну, молодцы, да, действительно, такие даты необходимо знать. И я рада, что так быстро дозвонился к нам телезритель. Я вас поздравляю, сертификат на один час игры боулинг достается именно вам. Есть уже тот счастливчик, может быть, и группа друзей, которые пойдут с вами играть? Ну, я думаю, да. Думаю. Лучшие друзья, которые смогут в этот день пойти, обязательно будут с нами. Отлично. Что ж, я передаю привет вашим друзьям, ну и спасибо вам за звонок. Звоните, смотрите передачу каждый будний день, и, быть может, какой-нибудь еще приз будет закреплен за вами. Что ж, хочется вам такой вопрос задать. Немножечко отойду от темы, немножечко отойду, точнее, войду, наверное, в более глубокую, наверное, сердечную тему. Да, десантники, ребята бравые, мужчины крепкие. А вот все-таки в семейных отношениях, в семье, с родными, близкими, какие вы? Такие же суровые, не знаю, такие же, правда, вот военная выдержка видна? Либо там снимаете берет и уже становитесь более мягким. Как? Как любите отдыхать? Наверное, как по роду своей деятельности. Мы же не только как бы находимся на общественной работе, но у нас есть основная еще профессия, любимое дело. Ну, например, моя профессия, это связано с физкультурой и спортом. Я руководитель, кроме как заместитель, председатель регионального отделения Союза десантников России, я еще и руководитель физкультуры и спорта, администрация муниципального района Челновешинский. У нас работа связана с постоянными разъездами, практически дома и не бываем. Если рано утром, только дома бываем, или поздно вечером. Постоянные мероприятия, и когда, естественно, и жены, и дети нас всегда очень ждут. Может, от того, что мы их редко видим, не надоедаем друг другу, это отрадно ответить. Тоже, между прочим, секрет семейного счастья. Да, семейный счастье. Чем дольше разлука, тем крепче любовь, как говорится. Ну, и очень теплые отношения, и очень приятно, когда заходишь домой, все тепло, уютно, и пахнет вкусной едой, когда все чисто, приятно, удобно. Слушайте, вы так рассказываетесь, у меня аж про сердце улыбается, на самом деле. Это действительно прекрасно. Поддерживаете? Конечно, поддержу. То есть, все равно семья, она, работа занимает огромное время, а семья в приоритете у настоящих мужчин. Правильно? Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Зачем пожаловал? Давайте узнаем у него. Как вас зовут? Нина Васильевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что же хотели от нас узнать? Быть может, что-нибудь спросить? Здравствуйте. От вас я ничего не хочу. Я хочу вот этих мужественных людей, сидящих в студии, поздравить с их профессиональным праздником, всех их коллег, их семей, родственников. Всех. У меня оттуда служил в 15-м году, поэтому мне эти войска очень дорогие. Много бережили, конечно. Конечно. Но в то же время я молюсь за них, за всех. Всего вам доброго, здоровья и счастья с вашим семьям. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Вот такое душевное поздравление. Я думаю, действительно, это многого стоит. Очень приятно принимать поздравления от телезрителей, который, ну, просто так включил телевизор, увидел, и хочется сказать какие-то благодарственные слова. Да? Раз нас поздравила, ну, женщина, тоже прочувствовалась она теми событиями. И еще раз, да, хочется всегда, я говорю спасибо тем матерям, которые провожают в армию, и нас провожали в армию, и встречают, и всегда приятно слушать их поздравления, особенно от матерей. От отцов-то еще, более так, не слышно поздравления. Как вот мать пожелает, оно так и будет. И что скажет, оно так и случится. Огромное спасибо нашим матерям. Как поется песня «Спасибо маме, что попал я в ВДВ». Что ж, у нас есть некая фотоподборка, где, собственно говоря, отчетливо видно, чем занимается ваша организация. Давайте посмотрим, как-то можно прокомментировать, вспомнить, где, когда, при каких условиях была сделана Наталья на фотографии, ну, чтобы так более четко понимать, чем занимаетесь. Вот, смотрим. Что это, где это? Это Челни-Вершины. Были мы, Рустам, в гостях, на наше отделение, значит, возложение цветов, венков к памятникам, вот, участникам Великой Отечественной войны и всех событий. Угу. Да, и как раз вот в этот период времени там проходил чемпионат по тяжелой атлетике, который организовывал, вот, Рустам, вот поэтому... Воронежские озера, по-моему. Да, да, это на Воронежских озерах, значит, это 9 мая, вот мы там постоянно, Володя Чуйко проводит, это председатель, значит, афганцев, ребят, вот, это, ну, это, это, так, это... Там же. Да, там же. Там же тоже 9 мая, поздравления ветеранов. Да, это вот, значит, Сидоренко Светлана с нами стоит, вот, это БМДшку мы, видите, там знаки нанесли, ну, вот, Дмитрий Игоревич присутствует, Азаров. Собственно, говорит, то место, которое многие самарцы приезжают, видят. Да, да, да. Ну, это вот, открывая мемориальную доску, вот, здесь Архангельский погиб, вот, мать, мать его стоит, она умерла, а, как она говорит, я не дождусь, когда в эту самую сцену, там, доску поставили, и через несколько времени она умерла, месяц, по-моему, там прошел. Вот, это после парада наша коробочка прошли, как, очень хорошо. Это, значит, здесь были мы, это Ульяновская область, там, значит, открытие памятников погибшим в локальных конфликтах, в Великую Отечественную войну. Ну, смотря на фотографии, действительно, вот, подтверждаются слова, то, что это не на бумажке все, а очень много мероприятий, кстати говоря, когда смотрела ваш сайт, там есть, вы принимали участие в субботниках, да, не просто именно в каких-то памятных событиях, но и в общественной жизни города, в простой, в субботниках вышли, помогли. Ну, зачем тогда создавать организацию на бумаге? Она, ну, это не дело никакое. У нас, если не ошибаюсь, есть звонок, как мне подсказывают наши режиссеры. Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый телезритель? Здравствуйте, меня зовут Мария Германовна. Я могла ошибаться, но в 1242 году, по-моему, была Куликовская битва. Спасибо большое. Тысяча девять, какой сказали-то? Тысяча девятьсот сорок вторых. Нет, к сожалению, вы неверно сказали, но перед вами дозвонилась к нам телезрительница, да, и уже забрала свой приз, поэтому смотрите уже на следующей неделе передачи универсальный формат, и, быть может, тогда, что именно для вас... Не успели немножко. Ну, ничего такого страшного, прямой эфир, где-то задержка, быть может, и поэтому все это бывает. Так, у нас остается не так много времени до конца эфира, я так понимаю, то, что вот какие-то такие интересные... Ну, в этом году, в 85 лет ВДВ, значит, мы изготовили сувенирную продукцию для ребят, вот такая ленточка, это 85 лет ВДВ, да, тысячи штук мы изготовили. И здесь, в городе Самара будут они ребятам раздаваться, и в районных центрах там, вот такой вымпел мы сделали, 85 лет ВДВ, тоже с названием нашей организации. Ну, естественно, конечно, флажок, никто кроме нас, да, вот всех экземпляров вот этих сделано по тысяче штук, и все ребята, которые придут на мероприятие, они все это дело получат, вот, и на ладье, и на митинге, ну, естественно, проем, вот, Дима повезет, значит, Кенель Черкассы, значит, Рустам Нишанов повезет, Челны Вершины, поэтому всем хватит, память будет нормальной. Что ж, у нас две минуты до конца эфира, давайте предлагаю напомнить, как пройдет праздник, в 10.00 это митинг, правильно так понимаю, в 13.30 собираемся у ладьи, и, собственно говоря, там уже будет такая праздничная программа. Да, на ладье будет очень интересно, я еще говорю, что там в этом году впервые мы будем показывать, значит, освобождение плацдарма за ухваченого противника, будет очень интересно, все будет взрываться, все будет стрелять, вот. Там не только приходят десантники, там приходят члены семьи, кстати, всех приглашаю на это мероприятие, не только десантников, но и всех. Детей, пожалуйста, там будет каша, покушать каша и чай. Будет интересно. Будет интересно. Будет интересно. А вы тоже будете, Дмитрий, здесь, либо все-таки Кенель-Черкассовский район как-то? Ну, мы организовываем, организованный выезд, вот, снимаем автобусы, заказываем, и на автобусах централизованно прибываем сюда. Торжественные мероприятия, но по окончанию убываем. Все-таки в такой день надо быть все вместе. Все вместе, я понимаю. Что ж, ну, примите еще раз мои поздравления, я думаю, вам тоже есть что сказать. Какие-то поздравления быть, может, прям в камеру? Ну, от всех ребят, от себя лично поздравляю всех ребят с праздником, 85 лет исполнились войскам дяди Васи, вот, значит, разговаривал я, значит, с руководством Центрального Совета, с руководством Союза десантников России, Валерий Александрович Вастротин, передает всем огромный большой привет, вот, выложено у них на сайте поздравления, вот. Значит, был у нас в Самаре помощник Шаманова, вот, и то же самое передал поздравления десантникам. Дай Бог вам, ребята, здоровья, чтобы было все в семье прекрасно и все хорошо. Никто, кроме нас. Спасибо. Слава вам. Слава вам. Слава вам. Спасибо большое вам. Что ж, спасибо вам за то, что все-таки молодое поколение узнает, что такое слово народ, что такое слово отчизм, что такое родина, что такое патриотизм, и ценит эти слова. И ценит эти понятия. Что ж, с вами была программа «Универсальный формат». Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Ну и, конечно же, напоминаю, что встречаемся мы на следующей неделе в 13.05, как всегда, в прямом эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!